Всем привет. Меня зовут Алексей Плотников, компания Artwe. Но я чувствую, что уже все устали, поэтому пытаюсь кратко и эмоционально и по существу. Работаю я в компании Artwe и занимаемся мы крупной веб-разработкой. Уникальное сочетание в нашей компании это премиальный дизайн и разработка воснагруженных и интернационных решений. Мой доклад сегодня построен на кейсах, практически никакой теории, только одна практика. И первый кейс из нашего портфолио это большое количество свойств и характеристик у товаров в интернет-магазинах. Очень часто обращаются клиенты, которые хотят продавать, допустим, ноутбуки, фотоаппараты, другую технику, у которых много свойств. По свойствам нужно подбирать товары, сравнивать, что можно с этим сделать. Какая тут есть проблематика. Можно хранить свойства вертикально, это в общей таблице, можно горизонтально, это в отдельной таблице. И у того и у другого метода есть свои ограничения. Соответственно, когда мы храним горизонтально, у нас есть ограничение на размер строчки, когда вертикально, не всегда все работает быстро. Мы долго думали над решением и придумали хранить свойства в хайлоат-блоках. Как это работает? У нас есть инфоблок с описанием свойств, у нас есть инфоблок с разделами товаров. Для каждого товара задается свой тип и все свойства хранятся в хайлоат-блоках. Как это на практике выглядит. Вот это скриншотик типы товаров. Я для примера взял интернет-магазин производителя строительных товаров. Это всякие генераторы, сварочные аппараты и так далее. Соответственно, тип товара и вот у него описаны все свойства. Соответственно, когда мы заводим товар в каталоге, мы указываем у него какой тип. И вот я указал примерный вариант хранения в значении свойств в хайлоат-блоках. Для чего мы это все городили? Мы получили просто уникально удобную админ панель. Вот я для примера показал, как у нас выглядят свойства для каких-то генераторов. Мы в элементе выбрали тип и дальше в последней вкладочке у нас появились все характеристики, которые относятся к данному товару, которые администратор может очень просто заполнить. Можем быстро поменять тип товара, если он перешел из одной группы в другую. Значения сохранились, добавились новые. Очень удобно потом откатиться. Как это выглядит на сайте, на публичной части. Вот у нас товар и отображаются все свойства. Тут мы еще ввели единицы измерения и группировку свойств. Довольно-таки удобно. Такой метод используется на всех известных сайтах, как Юлмарт, Озон и других технических сайтах. Понятное дело, что только карточки товара мы не ограничились. Мы немножко переделали компонент Smart Filter. Функционал у него остался точно такой же, как у стандартного, но в компоненте, в логике чуть-чуть появились изменения. Изменения касаются получения свойств и их, допустим, сбора. Вот я тут вывел небольшие данные монитора производительности. Если у нас уже данные все в кэше, делается всего лишь один простой запрос, который отрабатывается максимально быстро. А вот второй вариант уже тогда, когда применена фильтрация. То есть он за три запроса выводит, отдает в компонент вывода элементов ID-шники тех свойств, которые уже подобраны. То есть работает все довольно-таки быстро, нами протестировано. Второй кейс, который я хотел бы разобрать, относится к высоконагруженным интернет-проектам. В первую очередь он основан на нашей разработке для компании Озон. Это региональный интернет-магазин. И часть решений мы опробовали на интернет-магазине футбольного клуба «Зенит». Какая есть проблематика с нагруженных интернет-магазинов? Это низкая производительность стандартных компонентов и актуализация цен, остатков и характеристик у товаров. Потому что большой объем продаж, цены, кстати, из-за курса валюты часто меняются, товары какие-то попадают, какие-то появляются. Не нужно делать так, чтобы магазин попадал в неприятную ситуацию, когда товар продали, а его нет. Какое идеальное решение для данной задачи? Это разработать свои собственные компоненты и модули. И сейчас я расскажу, какие нюансы нужно соблюсти. Важные нюансы – это организация правильной архитектуры, про это информационные, где как вы храните товары, соответственно, архитектура системная, то есть какой сервер у вас за что отвечает, как что работает, где что проксируется, куда перенаправляется и так далее. Максимальное количество ресурсоемких вычислений нужно необходимо выносить в кронтов задачи. То же самое – использовать активно синхронную выдачу блоков на страницах и также внимательно отношение к индексам и сортировкам. Я теперь каждый пункт разберу отдельно. Выбор архитектуры зависит от посещаемости объема информации. Это очевидно. Обращаю ваше внимание, что нужно руководству еще отказоустойчивыми требованиями к проекту. Вот, допустим, если у вас отвалилась, допустим, ну очень часто отваливается доставка, расчет доставки у почты России. Что будет? У вас может повиснуть, допустим, корзина. Нужно предсмотреть так, чтобы такого не было, чтобы клиент все равно мог сделать заказ, потом менеджер вручную, допустим, посчитал, отдал заказ клиенту, клиент его оплатил. Вот. И также смотрите на план на будущее. Если вы сейчас не заложите ту платформу, которая вам потребуется в дальнейшем, потом вам будет просто мучительно тяжело развивать магазин. Что-то я нажал не то. Вот. Уникальность решения для компании Озон, которое мы сделали, это 12 тысяч разделов. По последним данным уже 900 тысяч товаров, потому что когда я писал доклад, это было 400 тысяч товаров, теперь уже 900. И максимальное время генерации страницы это порядка полусекунды. Это если страница не находится в кэше. Если она находится в кэше, она выдается просто моментально. Вот. Это очень кратенькая схемка, как у нас все работает. товары попадают в основной каталог из их сервера системы. Также картинки, вся статическая информация находится на отдельном сервере. В критичных моментах, это оформление заказа и корзины, у нас происходит онлайн проверка товаров на наличие цену. И, соответственно, дальше происходит авторизация с использованием, опять же таки, внешнего сервиса. То есть, если вы зарегистрированы на основном сайте Озон и, допустим, зашли на Озон европейский, ваша учетная запись тоже будет работать. Обращаю ваше внимание на заранее вычисленные данные. Вот возьмем стандартную страничку каталога. Я выделил по блокам те данные, которые у нас уже заранее известны. Допустим, сколько у нас товаров в каждом разделе, сколько у нас товаров в текущем разделе, сколько стоит товар в одной либо в другой валюте. Допустим, кто производил, не производитель, конечно же, автор книги. И хочу обратить внимание на фильтр, умный фильтр. Он тоже может быть заранее уже подготовлен, подготовлен, вычислен. Допустим, данные, ну, допустим, стерилизованы и сохранены в каком-то свойстве раздела. И просто сразу выведены. И поэтому компонент отрабатывает просто феноменально быстро. Вот. И пользователи не видят, что там очень большая логика вычислений. Для обновления, поддержания, актуализации цен, остатков мы используем три метода интеграции. Это полная интеграция, полный обмен информации о товарах. Это в бэкграунде происходит. Мы используем многопоточный курул, битрексапи, 900 тысяч товаров проходит примерно за 4 часа. Это, конечно, не очень самый большой результат, но мало кто может такого добиться. Есть куда еще его увеличивать. Есть также очередь приоритетных обновлений. Если появился какой-то новый раздел, его нужно обновить, допустим, в течение часа, ставится очередь заданий, сервер их потихонечку выполняется. И есть критичное обновление, когда какая-то книжка резко подорожала, подешевела, она обновляется просто вот на лету. Вот. И также хочу вам рассказать про максимальное использование синхронных загрузок. Вот, допустим, интернет-магазин футбольного клуба «Зенит». Это обычная корзина, казалось бы. Но на самом деле тут очень сложная бизнес-логика, потому что какие-то товары можно доставить в Петербург, какие-то в Москву, какие-то нельзя, допустим, положить в почтомат логибокса, какие-то можно только оплатить предоплаты, какие-то постоплаты и так далее. И, соответственно, вот эти все блоки можно выдать посетителю чуть попозже. То есть ему страница корзины отдастся просто максимально быстро. Он видит, что страница грузится, ничего страшного, все нормально, все происходит. Потом уже выбирает те условия доставки, которые нужны, и все аккуратненько перезагружается, и мы клиента не теряем. И также мы тут применили очень интересную вещь. Если клиент уже заполнил свои e-mail и телефон, но при этом почему-то заказ не оформил, его данные сохраняются, и, соответственно, менеджер ему, допустим, может позвонить, либо отправить e-mail, допустим, с купоном на скидку на 200-300, допустим, рублей. Лишняя мотивация никогда не помешает. И самый интересный кейс. Очень часто обращаются торговые комплексы и бизнес-центры в нашу компанию с просьбой помочь им сделать конструктор построения поэтажных планов. Что это такое? Вы, когда заходите на сайт, допустим, торгового комплекса, вам интересно посмотреть, где какой магазин находится, какие магазины, допустим, представлены по определенной услуге. И мы, соответственно, им предлагаем некий такой визуальный редактор своих пожепоэтажных планов. Главной целью и задачей было дать администраторам сайта безболезненно и быстро доносить до вас актуальную информацию. Решение довольно-таки нашлось простое. Мы заводим информационный блок с самими объектами и информационный блок с обычными, допустим, поэтажными планами, на которых мы с помощью визуального редактора проставляем, вот, допустим, вот тут вот синенький блочок специально выделен, то есть мы нажимаем кнопку тут, допустим, не сохранить, а отметить, мышкой кликаем, выбираем, какой торговый комплекс, какая торговая точка, и в результате мы получаем вот такую вот красивенькую схему, на нее проставляются логотипы, у нас сверху есть фильтры, и данное решение можно, допустим, устраивать куда-нибудь, допустим, мобильное приложение, либо, допустим, в социальной сети, почему бы нет. Вот. Спасибо за внимание. Хотел рассказать больше, но не дали. Не дали прямо? Ну, прямо не дали. Слостные какие люди. Хотел про CorePortal рассказать. На самом деле есть у нас еще время, если у тебя есть слайды. Ну, слайдов у меня нет. Слайдов нет. Так, на самом деле мы как-то, опережая график, уложились. Друзья, если есть вопросы по тому, что Алексей сейчас поведал нам, можно его… Может сейчас, можно потом в кулуарах, я тут. Да, все доступны. Так, как-то я прям не ожидал даже, что мы настолько оперативно все сделаем. Я старался. Все здорово получилось, да. Тогда, Алексей, спасибо огромное, если вопросов нет или есть. Есть. А, ну… Вы упомянули, что в фильтре у вас запросы заранее готовятся. Да. А не возникает проблем с сохранением этих данных? Ну, их же много получается. А мы сервизовали массив того, что есть. У нас скриптик специально заточенный, который пробежал, получил данные, сервизовал, сохранил. Потом фильтр взял, получил, вытащил эти данные. Построил, грубо говоря, ну вот визуальное отображение. Да, конечно, если мы начнем им клацать, будет его перестроение. Но первоначальная выдача самого фильтра происходит очень быстро. Просто мы пробовали что-то такое делать. У нас, конечно, меньше масштаба. У нас меньше масштаба. Мы пробовали что-то такое делать, но у нас была такая проблема, что слишком много это все занимает. Слишком как-то, может, плохо оптимизировать. Ну, мы хорошо прокачивали еще базу данных. Мы использовали форк Перкона. Там немножко поиграли, пошаманили с настроечками. И, допустим, наше решение для компании Озон, стандартного типового, которое тиражируется на страны, оно работает всего лишь на виртуальном выделенном сервере, не на отдельных серверах, а работает на виртуальном выделенном сервере, где всего лишь 6 гигов оперативной памяти, но при этом используют SSD диски. Еще, если можете, могли бы немножко подробнее рассказать про хранение полей в HL-инфоблоках? Хранение полей? Хранение полей и свойств в вашей инфоблоках. У вас товары хранятся в обычных, я так понял? Ну, в HL, да. Все очень просто. Сейчас покажу. Вот смотри. Мы в вкладочке элемент указываем тип. Вот этот вот, ну, категорию. Описание свойств этой категории хранится в служебном информационном блоке. Это вот этот вот. Вот у нас, соответственно, описание типов. У нас еще есть такой параметр участвует в поиске. Ну, то же самое аналог, использованный в умном фильтре. Вот. Соответственно, когда мы указали категорию, нажали, допустим, применить, либо он автоматически сгенерировал нам вкладочку характеристики. Да, 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 да. Вы указали, оно подгрузилось. Да, мы немножко переделали карточку редактирования товара. Вот. И, соответственно, вот тут вот у нас указано UF-item. Это ID-шник элемента, UF-param ID-шник свойства. И, соответственно, два значения. Значение целочисленное для фильтрации и значение то, которое должно вводиться на сайте. Вот. У нас получилась такая некая смесь вертикального хранения и довольно-таки удобное редактирование свойств в карточке товара. Плюс мы сюда еще добавили группировку параметров по смыслу, что довольно-таки удобно для пользователей. У меня вот такой чисто организационный вопрос. Вы рассказывали, что у вас было сложное оформление заказа на zon.ru. Вот вы только что предоставляли второй кейс. Сколько примерно времени на реализацию потребовалось именно технических специалистов? Вот эту сложную подгрузку… Там был на самом деле кейс футбольного клуба «Зенит», но в компании «Azon» тоже довольно-таки сложная корзина, потому что они продают товары не только, допустим, от своих поставщиков. У них можно набрать корзину разных поставщиков, и когда вы оформляете заказ, у вас заказ будет, допустим, разбит на заказы под разные поставщики. И под каждого поставщика может быть свой способ доставки, свой способ оплаты. И вот эти все нюансы мы учитываем. Ну, как строится процесс обсуждения. Мы обсуждаем с менеджером, выбираем все варианты, которые у нас могут быть. Соответственно, рисуем логику и реализуем ее. Нет, нет, нет. Вы не приняли вопрос. Сколько времени потребовалось именно на техническую реализацию разработчику? На техническую реализацию в среднем уходит, допустим, порядка 16-32 часов разработчика. И примерно 40-60% времени на исправление багов и тестирование. Понятно. Спасибо. Есть еще, друзья, вопросы? А, есть вопрос. Да. Алексей, по поводу последнего кейса. Можно поподробнее, как вы в визуальном редакторе отмечали область и как это сохранилось в базе, и как там логотипы назначались? Вот этот визуальный редактор, он в базу сохраняет координаты. Да, это немножко, опять же, переделана карточка редактирования, точнее, интерфейс редактирования товара, элемента. Все это битрикс, но в незнакомых картинках, да? Все переделанное. Вот у нас, грубо говоря, план. Он, конечно, не самый удачный, к сожалению. Вот. Мы нажимаем, допустим, добавить магазин и черчим его очертания. Вот. Соответственно, этот блок, для этого блока у нас сохраняются координаты. Вот. И потом мы, да, каждой точке. Это может быть любой, допустим, многоугольник. Все что угодно. Там и бывают такие сложные фигуры. И, соответственно, у нас выводится, допустим, общий слой. И на слое у каждого магазина проставлены, допустим, координаты. И, соответственно, можно проставить туда, допустим, логотипы, начертить контуры и, соответственно, по наведению сделать любой эффект, который захочет клиент. А технические верстки, это как было реализовано? Технические верстки в первой реализации – это обычный мэп. Мэп с area. Сейчас мы ушли в сторону SVG графики. Но пока это решение еще у нас в стадии тестировано. Я думаю, скоро запустим. Это большой деловой квартал, называется Невская ратуша. Там используют SVG графику, потому что сайт адаптивный. Он рассчитан на все устройства, независимо от разрешения. Это может мобильное устройство, там Full HD, монитор. И, соответственно, для этого мы применили векторную графику. Спасибо. Ну что, дополнительные обсуждения тогда переносим в КлуАр. Компания Artway Алексей Плотников. Спасибо за внимание. Еще да.